Гуд морнинг, мои друзья. Как-то что-то уже жарко, я не пойму. Вроде по прогнозу у нас будет переменная облачность, около десяти уже солнышко спрячется. Но я не знаю, небо вроде там ясно, хотя и уже жарковато. Семь градусов было. Отвела Полинку в школу, она там уже принарядилась, я говорю, иди сразу в белом, ну в белом верхе, в темном низе, потому что папа, наверное, даже не успеет приехать на концерт, пока доберется. А я, если приеду, там будет около пяти. И, ну, тебя никто не будет забирать домой, там кормить, переодевать. Там сложила ей чуть-чуть побольше покушать. Говорит, собирайся сразу на концерт и иди, потому что... Потому что самолет приедет. Потому что потом... Так, сегодня четверг, а завтра пятница и завтра не будет моей нотариуса, но я завтра буду целый день по иммиграционным самолетом. В общем, посмотрим, как там завтра будет. Все. Летел. Самолет, самолет, забери меня в полет. Рассказывать нечего. Все, что могла, я вам рассказала вчера. Везде, где была, показала. Ну, может, не прям везде, но показала. Вчера распечатала формы для налоговой. Я не знаю, поможет нам это или нет. Мне ребята в чате посоветовали. Хочу просто заполнить эту форму, распечатать. Отксерить форму, которая есть у меня за 23-й год налоговую. Тоже добавить ее туда и отправить. Потому что я вчера... У меня вчера был вебинар по СРА, по налоговой. И там рассказывали по поводу... Рассказывали по поводу Child Benefits. В общем, по поводу всего. И там было написано, что, чтобы попадаться на HST, HST и GST возврат, нужно поддаваться один раз. Мы один раз поддались, а сейчас, как бы, налоговыми присылают письмо, что они не могут рассчитать. Они не видят никаких данных. Такого быть не может. Потому что все, ну, как бы, декларации мы поддавали за прошлые годы. В общем, что-то какое-то волшебство непонятное. Поэтому, наверное, подам еще раз. В бумажном виде это надо делать. Не знаю. И будем... Будем ждать развития себя. Я уехал на автобус. Буду опять 15 минут стоять. В общем, непонятно. Ходит слух, что они не успевают просто обрабатывать заявки, так как выплата должна была быть в апреле. Вот этот вот карбон и климат. Они просто из-за количества заявок не успевают их обработать. Я не знаю вообще, что это за волшебство такое. И из-за этого такие письма счастья приходят. В общем, не знаю. Посмотрю. Отправлю. Посмотрю, чем все закончится и когда. Берегите себя. Чуть-чуть вам солнышко, небушко, хлебушка. Увидимся. У нас сегодня тепло. Даже несмотря на то, что нет солнышка. Хотя оно было долго сегодня. Я отзанималась, поделала свои дела. И иду на автобус, поеду смотреть на Полькин весенний концерт. Помогли мне девочки по поводу налоговой декларации. Я спросила и мне сказали, что это автоматическая рассылка. Они просто, да, не успевают справляться с потоком информации. И вот такие вот письма рассылают. Хотя, на самом деле, если вы подали налоговую декларацию за 23 год, то вам просто нужно проигнорировать это письмо, потому что к вам одно отношение не имеет. Ну, собственно, про нас. Ну и ждать развития событий. Ой, ну я в автобус уехала. Следующий будет через... Ой! Следующий будет через 8 минут. Все. Все новости. Даже рассказывать, наверное, нечего. А, ну что на английском было? На английском у нас не было сейсмент. Мы писали. А, писали, писали. Нет, мы рисовали. У нас было задание. Это сделать постер для... Кемедия иммигрант фаер. В общем, карьер фаер. Это как, ну, как ярмарка вакансии. И вот нужно было... Нужно вот мы получили имейл от работодателя, от коллеги, с нужной информацией, чтобы правильно сделать этот имейл. Собственно, нужно было нарисовать этот постер для кошкаряво. Ну, как-то нарисовала. Смысл в том, что нужно просто правильно всю необходимую и нужную информацию было внести. Вот такой был экзамен. Ну, и, как бы, собственно, все. Четверг. Завтра я выходная. Завтра моей нотариусы не будет. И я буду... Она говорит, можешь пользоваться моим офисом и моим столом. Спасибо вам большое. В общем, смогу, в принципе, если что, брать людей на заверение украинских переводов завтра. В общем, мы завтра с Настей с утра, с девочкой с моей. Вот такие у нас дела. Оказалось, мальчишки, которые танцевали в костюмах, с которыми мы фотографировались, одному 14. Я в шоке, если честно, потому что я думала, что это взрослые пацаны. Одному 14, другому 16. Те, которые в костюмах таких... Нет, нет. Сказали, нельзя называть костюмы, это называется регалии. Вот. И вот этот вот мужичок, который был в белом, в белых регалиях, его нагрудная штука делалась больше трех лет. Вот. Это нам сегодня рассказали. Так что... Такие дела. В общем, в принципе, рассказала вам все, что узнала. Сейчас, может быть, поснимаю, может быть, сфоткаю Польку на концерте. А может быть и нет, я не знаю. Главное дождаться автобуса и доехать. Один прям перед носом уехал. В общем, у нас тепло. Девчонка едет прям по встречке и даже не сворачивает их в машину. В общем, увидимся, Славя. Берегите себя. Я мать года, как обычно. Пришла Полю забирать в Китсклаб. Говорю, что там, как ты? Она говорит, мы пойдем на концерт? Говорю, на какой концерт? Она говорит, ну, на весенний. Я говорю, так ты же была на концерте? Она говорит, нет. Говорит, то был концерт. В общем, я давай открывать письмо. Давай читать внимательно. Второй раз. Ну, написано, что концерт не с часу тридцати до шести тридцати. Первый концерт в час тридцать, второй в шесть тридцать. В общем, час тридцать это для тех, кто, ну, кому удобно днем, и шесть тридцать для тех, кто на работе. В общем, я говорю, ну, иди, ну, тогда домой. Я тебя покормлю. Как раз, снова приедет с работы. И на шесть тридцать, поняла, на концерт. У меня так лень идти. Но одно дело, когда я уже доехала, пришла, сижу в школу. Так, вернусь домой. Что-то поделать дома. Выйди, опять, обратно пойди в школу. Я еще натерла на дыханах. Короче, идем. Идем на концерт. Сейчас шесть, я не знаю. Шесть тридцать от начала, нам уже было через перейти. Но срока только по шести трехал домой, пока сам вот. Ну, такая тяга. В общем, да, как обычно. Боже, моя же сама стыдно. Ну, чем, может быть, поснимаем немножко с концерта по ленту. Угу. Угу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Такое небо у нас. И самолет полетит. Мы в магазин за водичкой и домой. Завтра пятница. Рабочий день. Уже почти восемь часов. Надо уже идти около двадцать и спать. Вы берегите себя. До новых встреч. И пока-пока.